Почти весь день в Бобруйске в некоторых районах не будет света. Без отключения мы не можем эти работы выполнять. Какие дома в списке? Природные лабиринты. За сутки в белорусских лесах заблудились 4 человека. Возьмите в лес с собой важные необходимые предметы, такие как заряженный мобильный телефон, воду. Какие еще меры стоит предпринять? Здравия желаю! В Бобруйске на базе инженерно-аэродромного полка открылся военно-патриотический клуб. На примерах показывать, что хорошо, а что плохо. Почему важно воспитывать преданность Отечеству с детства? А также противопожарные меры, важные уроки и лучшие разработки. Беларусь примет участие в международной выставке импорта в Шанхае. Что собираются демонстрировать? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Крепче и шире. Зимой 2021-го стартовало возведение нового моста через Березину. Старый, так называемый Титовский, уже исчерпал свои ресурсы. Специалисты обещают, к ноябрю 2025-го в городе начнет функционировать инновационная переправа. Никита Александров проверил на прочность конструкцию. Стройка века. Возведение инженерного чуда уже два года на виду у всех бобручан. Несмотря на капризы погоды, новый мост растет со скоростью 26 см в день. По первой части нового путепровода уже организовано двустороннее движение. Сейчас идет благоустройство пешеходной части и прилегающей территории. Наши работы заключаются по возведению искусственного сооружения через реку Березина. Он состоит из двух элементов. Это железобетонного и металлического пролетного строения. Сооружение откроет городу и сопряженным точкам приятные опции. Снятие напряжения автомобильных потоков, а также ускорение и увеличение количества грузовиков. Вместо двух полос старого моста получится по три в каждом направлении. Плюс широкая пешеходная часть, около пяти метров и велодорожки. Переправа, переправа. Берег левый, берег правый. Могилевская, Рогачевская, Гомельская. Этот мост отвечает сразу за три направления. Его открытие стало событием для бобручан и всех проезжих. Параллельно со строительством транспортной артерии, на подходе к ней расширятся прилегающие улицы, береговая и Рогачевская. Примерно на 500 метров каждая. Закончить разборку старой конструкции специалисты планируют до 1 января 2024. На выходе будет две независимых переправы длиной 252 метра и панорамная площадка, с которой весь город будет как на ладони. Мост идентичен этому, он просто по длине, а по ширине он немножко будет уже. Потому что на этом мосту здесь, если вы уже смогли по нему пройти, здесь реализована пешеходная дорожка и велосипедная дорожка. А на другой стороне моста будет только пешеходная дорожка. Масштабная реконструкция Титовского моста взамен старого путепровода, построенного 66 лет назад, началась в декабре 2021-го. За правый берег отвечает Могилевская ДСТ-3, за левый – Дорожно-строительное управление из Гомеля. Проектировщик – Белгий Продор. Никита Александров, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. GPS-трекеры, радары, квадрокоптеры. В лесах Беларуси за сутки заблудились 4 человека. Ежегодно регистрируют около 160 случаев, когда люди не могут найти выход из чащи. При необходимости на поиск пропажи спасатели привлекают местное лесничество, волонтеров, правоохранителей. К счастью, большинство заблудившихся удается найти. Однако многие к тому моменту с симптомами обезвоживания и переохлаждения. Последствия можно избежать, если заранее подготовиться к походу. Возьмите в лес с собой важные необходимые предметы, такие как заряженный мобильный телефон, воду, спички, газету, фонарик, нож и по необходимости медикаменты. Помните, если с вами в лес идет ребенок, за ним нужно повышенное внимание. Не пускайте его из виду, дайте ему также в руки заряженный мобильный телефон, чтобы он был всегда на связи. Буквально на днях, несмотря на непрогулочную погоду, в лесном массиве на границе Бобруйского и Светлогорского районов заплутал 40-летний мужчина. Для поисков были задействованы 5 единиц техники и 12 человек, 10 из которых – сотрудники МЧС. Золотые победители – традиционные ценности и опасные жители леса. В Беларуси с начала года 68 человек отравились грибами. Какие правила нужно соблюдать? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Республике по 1 ноября пройдет пожарно-профилактическая акция «За безопасность вместе». Инициатива направлена на предупреждение возгораний в жилищном фонде. Участие примут спасатели, милиционеры, работники здравоохранения, сферы ЖКХ и СМИ. Специалисты проведут разъяснительную работу и проконтролируют условия проживания. Под внимание попадут семьи с детьми в социально опасном положении, одиноко проживающие, пожилые и ветераны Великой Отечественной войны. В ноябре наша страна представит крупную экспозицию на международной выставке импорта в Шанхае. Отечественные предприятия готовятся продемонстрировать лучшее достижение. Разработки будут показаны в коммерческих павильонах. Прежде всего, это продукты питания. С начала 2023-го товарооборот Беларуси и Китая вырос почти в два раза. Сумма приблизилась к 6 миллиардам долларов. В школах к 2025-му планируется внедрение факультатива «Основы семейной жизни». Инициатива направлена на укрепление стремления подрастающего поколения к созданию семьи и эффективного участия в общественной деятельности. Также это поможет защитить детей от возможных преступных действий. С 1 сентября этого года, напомним, уже ввели две новых дисциплины – святыни родного края и духовное наследие Беларуси. В Беларуси с начала года отмечено 57 случаев отравления грибами. Более половины зафиксировано в самый разгар сезона – сентябре-октябре. Пострадали 62 взрослых и 6 детей. Три случая оказались летальными. Специалисты напоминают – интоксикацию могут вызвать как ядовитые, так и съедобные в результате нарушений правил сбора, хранения и приготовления. Белорусские каратисты выиграли 136 медалей на международном турнире. Спортсмены завоевали 36 золотых, 33 серебряные и 67 бронзовых наград. Всего участие приняло более 800 спортсменов из России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Лучших определяли в шести возрастных группах. Здоровая нация. На заседании в первой поликлинике в честь недели родительской любви были подняты вопросы формирования здоровых семей при участии и помощи государства. В актовом зале собрались студенты, представители социальных и медицинских учреждений. Сегодняшние молодежи рассказали о важности создания и укрепления здоровой ячейки общества. Были подняты вопросы о приоритетах страны в отношении молодых семей, о создании духовно-нравственных и материальных благ. Прежде всего будет идти речь о важности семейных ценностей, о взаимоотношении государства и семьи, как они влияют друг на друга и чем государство способствует для развития семьи в Республике Беларусь. Взаимное сотрудничество. Двухсторонний интерес. В нашей стране созданы все условия для развития и процветания семей. Для здоровой и стабильной нации предусмотрены разные виды поддержки со стороны медучреждений, церквей и соцорганов. Вынужденная мера. В Бобруйске в некоторых районах не будет света. Во вторник и четверг с 9.30 до 16.00 будет отключено электричество в домах по улице Жлобинской. В среду в то же время это коснется жильцов Керамичной, Тухачевского и Карбышева. В пятницу в списках Болотникова, Могилевская, Разина, а также Гоголя 18, Горького 7А, Социалистическая 117. Это работы как на воздушных линиях в зоне частного сектора, так и на самих трансформаторных подстанциях. Поэтому без отключения мы не можем эти работы выполнять. Чтобы вовремя узнавать о плановых отключениях электроэнергии, можно подключить бесплатную услугу СМС-оповещения. Достаточно обратиться в сервисно-расчетный центр Бобруйских тепловых сетей. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте Могилев Энерго. Любовь к родине. В Бобруйске открылся военно-патриотический клуб. Юность в сапогах. Десять учеников Туголицкой школы произнесли торжественную клятву. Молодые патриоты дали обещание всегда хранить верность своему отечеству. Быть честными, защищать слабых и преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость. Основная цель военно-патриотического клуба «Доблесть» заключается в том, чтобы с ранних лет прививать ребятам чувство товарищества. Непосредственно на примерах показывать, что хорошо, а что плохо. Потому что в таком раннем возрасте, если мы этим заниматься не будем, этим будет заниматься кто-то другой. И уж лучше мы, чем улица. Мы хотим стать сильными, мужественными и хорошими. И быть самыми главными патриотами своей страны. Участников клуба ожидает насыщенная программа. Это как и военная дисциплина, так и культурные мероприятия. Школьники обучатся строевой, огневой и военно-медицинской подготовкам. А также посетят памятные мемориалы и центры. Также ребята смогли попробовать настоящую армейскую кашу. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!